Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусный, очень летний и нежный пирог. Этот пирог буду готовить с абрикосами. Его можно приготовить с любыми фруктами, начиная от вишен, я не знаю, там клуб. Я буду готовить в этот раз с абрикос. Абрикосы у меня здесь где-то кило-кило сто было. Я их очистила от косточек и нарезала небольшими такими пластинками. Перемешала немножечко с сахаром для того, чтобы абрикосы просто размякли немножко, оставила их. Можно этот процесс и упустить. Далее перебила свои абрикосы, я в блендере. Опять же, можно упустить, если вы хотите получить кусочки. Поставила эту массу на плиту и тем временем смешала пектин с сахаром. После того, как моя масса закипела, постепенно вмешиваю пектин, перемешанный с сахаром. Очень хорошо перемешиваю, для того, чтобы пектин не взялся комочками. Можно воспользоваться конфитюркой типа, но тогда смотрите по тому, как там написано на упаковке, как и сколько ее нужно добавлять. Это делаю для того, чтобы масса была более густая и потом у нас она не плыла. У меня в принципе ушла не вся эта масса, часть у меня осталась в баночке, я ее потом использовала просто на хлебушек, очень вкусно. Далее нужно будет сварить заварной крем, который у меня там будет внутри. Беру небольшую часть молока, отставляю, остальную часть с сахаром ставлю на плиту на огонь. Добавляю сюда сразу 2 яйца, муку и крахмал. Также сюда можно добавить немножечко ванильного сахара. И теперь закипевшую массу молока с сахаром тоненькой струйкой ввожу в яично-молочную сюда смесь. В принципе я уже потом посмотрела, что можно было сделать где-то и на пол-литра, в принципе достаточно, мне кажется, было бы заварного крема, но было очень вкусно. Далее на небольшом огне я уварила данную смесь до закипания, до первых таких хороших пузырей, постоянно помешивая. И теперь накрываю пленочкой встык и также до полного остывания, оставляя этот крем. Далее его можно поставить в холодильник. Теперь приготовлю тесто. Рублю сюда масло, масло у меня просто из холодильника, не сильно холодное, в муку. Мука у меня перемешанная с разрыхлителем. Добавляю сюда сахарный песок и ванильный сахар. Также сюда можно добавить щепотку соли. И всю эту массу нужно будет хорошенечко перемешать. Я вначале попробовала вилкой, можно воспользоваться комбайном, а можно воспользоваться просто руками. Здесь не принципиально получить холодную крошку, поэтому в принципе не важно, не обязательно использовать именно комбайн. Получаю вот такую вот рыхлую массу. И теперь добавляю сюда уже одно яйцо. Опять же хорошенько перемешиваю. Сюда теперь не хватает немножечко жидкости. Жидкость можно использовать какую? Лучше воспользоваться либо кефиром, либо сметаной. Если сметана у вас жирная, соответственно получится более хрустящий, более такой интересный корж. Но можно воспользоваться, у меня был обычный кефир и тоже получился хорошо хрустящий корж. Очень ароматный, очень вкусный. Теперь в принципе вилочкой просто перемешала и домешала тесто немного руками. Получается мягкое, рыхловатое такое тесто. Его нужно замотать и отправить в холодильник минимум на полчаса. Как раз у нас все там остывает и джем, и заварной крем. Теперь займемся уже формировкой наших коржей. Возьму где-то 2 трети нашего теста. У меня форма вот такая металлическая, я ее смазала растительным маслом и присыпала мукой. Ну так, на всякий случай, чтобы потом хорошо вынялся мой пирог без всяких проблем. Раскатываю 2 трети своего теста. Наматываю на скалку и переношу в форму. Можно воспользоваться разъемной формой, так будет более удобно достать наш корж потом. Укладываю тесто в форму. Оно в принципе хорошенько подтягивается, то есть не рвется только там, где вот если придавила я сильно. Но точно так же оно прекрасно залепливается и не видно никаких ничего стыков. Придавливаю вот так вот, либо обрезайте, если у вас по разъемной форме, обрезайте так, где вам нужно. Уже подостыла моя масса с джемом. Выкладываю таких хороших 3 ложки с горкой, я бы сказала, и распределяю их по коржу. Смотрю, что у меня осталось очень много обрезков и у меня здесь форма где-то 22 сантиметра. Если бы у вас было побольше, то возможно этих обрезков не останется. Но у меня этих обрезков хватит на еще одну прослойку внутрь. Укладываю ее на джем и ножиком просто прорезаю. Можно было вырезать по форме. И опять сюда выкладываю часть джема. Не забывайте, что тесто у нас должно остаться еще наверх, чтобы украсить наш пирог сверху. Распределяю джем. Часть джема у меня осталась и я ее поставила в баночке в холодильник. И оно у меня просто загустело потом и стало такая прям как мармелад. Вот мой заварной крем. Он уже тоже остыл. Хорошенечко его перемешать для того, чтобы масса стала мягче и мне его было проще распределить, не тянув за собой джем. Вот так вот пока я стараюсь равномерно разбросать заварную часть. А потом уже будет попроще, когда ее станет много. Опять же скажу, можно было сделать и на пол-литра здесь заварного крема. Это было бы достаточно. Пирог и так получается очень нежным. Раскатываю последнюю часть теста, которую мы оставляли в самом начале. Это где-то одна треть. И ее посыпаю кокосовой стружкой и кунжутом поджаренным. Но это просто потому, что мне так захотелось. Можно этого не делать. По-хорошему, этот корж нужно раскатать где-то на досточке, допустим, и отправить его в морозилку. Чтобы потом можно было идеально ровно покрыть наш пирог и там не было никаких деформаций на нем. Вы видите, я прокатываю для того, чтобы все мои семечки и кокосовая стружка хорошо прилипли к тесту. И вырезала вот такие вот звездочки. Вот сейчас как раз нужно было бы его заморозить, для того, чтобы перенести без всяких деформаций. Но я уже торопилась, поэтому перенесла быстренько. Вы видите, немножечко растянулись мои звездочки. Но это абсолютно никак не повлияет на вкус. И этот пирог будет очень-очень вкусным. Боковушки я сделала из остатков теста. И просто самым простым способом придавливаю их вилочкой. И вот эти вот оставшие звездочки укладываю абсолютно в произвольном порядке. Там, где мне хочется. Просто укладываю. Они ведь тоже присыпаны кокосовой стружкой. Можно вырезать всякие кружочки. Это же абсолютно не принципиально. Сердечки. Любой вырубкой. Для печенья, для чего угодно. И теперь отправляем в духовку на 180 градусов. Я ориентировалась по цвету. Но это где-то минимум минут 40-час должно у нас точно пропекаться. И вот получается вот такой вот у нас прекрасный корж. Если вы не будете ничем сверху посыпать, можно его смазать сверху яйцом. Тогда он будет более румяный и красивый. Перед тем, как резать корж, его нужно очень хорошо остудить. Для того, чтобы заварной крем у нас потом не расплывался в разные стороны. Только после остывания он держит стабильно форму. Поэтому остудите его хорошо. И приятного вам аппетита! Очень вкусный получается пирог. Обязательно его попробуйте. И не забывайте поставить палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока! Пока-пока!